Всем доброго времени суток! Вас приветствует Клуб Вальгала по настольной коллекционной карточной игры Берсерк и Берсерк Герои. Сегодня мы производим распаковку вот такого вот набора классического Берсерка от издателей Мир Хобби под названием Буря Стихи. Это уже у нас третье издание и давайте посмотрим, что у нас здесь лежит. А на обороте написано, что в состав игры входит 6 колод по 30 карт в каждой, 33 дополнительные карты, фишки раны и эффектов, 6 карт подсказок, 1 игровое поле, 2 кубика, правила и комикс. Непосредственно здесь информация про, что произошло в мире Лаар, в котором непосредственно происходит событие данной игры. И также колоды набора отлично подойдут для домашних баталий, а обучающий комикс позволит начинающим легко освоить игру. Более десятка карт в колодах уникальны и найти их можно только в этом наборе. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас здесь за уникальные карты. Аккуратненько мы его скрываем. Так. Аккуратненько. Снимаем защитную пленку. Вот так вот. У нас набор готов к открытию. Ну что ж, погнали. Коробка выполнена очень изящно, красиво. Делаем вот так вот. И у нас здесь уже... Это, соответственно, у нас здесь правила. Здесь расписано действия игры, правила игры, как играть, чтобы научиться играть данную игру. Все расписано у нас. Также вот он, комикс. Как научиться играть. Здесь все красиво выполнено, расписано. И показана основная динамика игры. Вот оно у нас, игровое поле. Вот так идет. Смотрите. Хотя в некоторых изданиях были собраны поля, и они по отдельности. А это у нас уже идет... Вот, вот так поле идет. То есть, оно цельное. Видите, большое игровое поле. Вот так вот. Вот оно. Большое игровое поле на два игрока получается. Также у нас фишки раны и эффектов. Два блока. Вот они. Пакетик. Скорее всего, для фишек. Кубик. Здесь уже не особый кубик, где есть секира, берсерка, меч. И, соответственно, кулак, который используется уже в других наборах, использовался более уже упрощенный. Вот он, второй кубик. И колоды. Вот они. Здесь, скорее всего, по две стихии в каждом. И вот они. Еще, наверное, дополнительные уникальные карты, как говорится. Так вот. Все. У нас как бы больше здесь ничего нет. Давайте мы посмотрим, что же у нас там лежат. Здесь, вот, за карты. Все аккуратно сложу. Поле игровое. Комикс и правила. И мы закрываем. Давайте будем сотреть карты. Ну, давайте начнем вот. Их у нас вот столько. Давайте начнем вот с этой. Я приближу камеру, чтобы было все-таки видно, что у нас здесь за карты, да? Вот, вот так вот. И как раз здесь очень хорошо видно. И посмотрим, что же нам здесь попалось. Давайте распакуем. Просто я сам в ожидании, что за карты. Убираем. Так, здесь получаются у нас драгоноиды и тьма. Вот они как-то вот так сделали, видимо. Смешали по одинаковым картам. То, что их здесь несколько одинаковых. Так, вот. Две. Три. Я их разложу и посмотрим. Так вот. Так вот, вот так вот. И вот так вот. Ну, давайте начнем с тьмы. Потом перейдем к драгоноидам. Так. Ну, что ж, погнали. Поглотитель магии. Слуа, вампиризм. Опыт в атаке, когда существо противника объявляет магическую особенность, воздействуя поглощение магии, дальность 3. Ранить на это существо на один, при этом получить одну дополнительную жизнь. Альп. Слуа. Безответный удар, вампиризм, инкарнация 3. Максимум 10 жизней. При инкарнации взять под свой контроль выбранное существо противника стоимостью 5 или менее. Не может быть взято в отряд со степными. Морвельский кровосос. Слуа. Вампиризм. Максимум 12 жизней. Прыжок, дальность 2, направленный удар и плюс 1 к атакам, пока у него 11 или менее текущих жизней. Безголовый. Слуа. Не открывается в начале хода, когда стоящий рядом небестелесное существо получает 4 или более раны от атаки, или погибает в воздействии запах крови. Безголовый может открыться 2 раза за ход. Лорд Суа. Герой воин. Слуа. Вампиризм, зажда 2, максимум 12 жизней. Телепорт. Мармолика. Слуа. Вампиризм, максимум 16 жизней. Когда ваше существо должно получить х дополнительных жизней, от вампиризма может вместо этого ранить выбранное существо на х. Мерингран. Мерингран. Слуа. Вампиризм, максимум 12 жизней, плюс 1 к атакам, по нетемным существам. У нас их 2. Гаркаин. Слуа. Вампиризм, максимум 16 жизней, плюс 2 к удару, пока у Гаркаина больше 12 текущих жизней. Выводок слова. Тоже 2 карты. Слуа. Вампиризм, максимум 11 жизней. В случае хода, если у вашего выбранного существа с вампиризмом, 5 или менее текущих жизней. Воздействие крылья ночи, оно может стать летающим. Две карты у нас. Гвардия Носферату. Тоже 2 карты. Слуа. Вампиризм, максимум 15 жизней. При ближней атаке карты противника по другому вашему существу, в одном ряду с гвардией Носферату, оно может нанести слабый удар, не закрываясь. Один раз за ход. Вот. Их 2 у нас. Морок Заранда. Слуа. Максимум 11 жизней. В начале вашего хода может получить вампиризм или бестелесные немагические атаки сводятся к одному до конца хода противника. Их у нас тоже 2 карты. Так вот. Могильный упырь. 2 карты. Вампиризм. При гибели вашего существа может уничтожить могильного упыря. При этом возродить это существо с одной текущей жизнью, при этом она получает, не получает ран до конца своего хода. 2 карты. Темный Министрель. Тоже 2 карты у нас. Ранится на 2 воздействия. Мелодия смерти. Ранить выбранное существо на 2. Тоже 2 карты. Сиантия. Вампиризм, максимум 10 жизней. Ранится на 4, при этом добивание на 4. Аталлия. 3 карты у нас уже. Аталлия. Вампиризм, максимум 10 жизней. При гибели вашего существа открыться. Кромешник. Кромешника у нас тоже 3 карты. Безответный удар. Плюс 2 к атакам по картам, стоящим на вашей половине поля боя. Вот так вот. Это 3 карты кромешника. И у нас завершается тьма. Тоже тремя картами брат по крови. Слуарда. Вампиризм, максимум 10 жизней. В начале хода может ранить выбранное ваше существо на 3. При этом излечить выбранное существо с вампиризмом на 3. Это было у нас обзор карт тьмы. Вот. Мы ее отложим в сторону. Теперь у нас обзор карт драгоноиды. Так. Огневик. Элементаль. Минус 1 от немагических атак. Заклинание. Поток огня. Ранить стоящее напротив существо на 3. При этом ранить существо стоящее за ним на 2. И при этом ранить существо стоящее вторым за вторым на 1. Что-то он всех обранил. Так вот. Воспарившее. Драгоноид. Чешуя. Если в вашем отряде нет дракона, вызвать дракона 1 раз за бой. Открыть выбранного дракона 1 раз за ход. Неугасимый. Драгоноид. Ранить выбранное ваше существо на 5. При этом оно получает плюс 3 к атакам до конца хода. Облачная плясунья. Драгоноид. Чешуя. При наборе отряда вы можете положить дракона стоимостью 9 из раздачи на кладбище. При этом взять облачную плясунью в отряд за 3. И поместить ее на любую клетку поля боя. Беспощадный. Драгоноид. Чешуя. Открыть выбранное ваше существо, при этом ранить его на 2 1 раз за ход. Зоркий. Драгоноид. Чешуя. Минус 1 от атак. Вулканический дракон. Дракон. Не наносит экипировку. Не носит экипировку. Труп поеста. Уничтожить выбранное стоящее рядом существо стоимостью 4 или менее 1 раз за бой. Чистокровный. Драгоноид. Прыжок. Дальность 2. Чешуя. Получает при прыжке. Может объявить добивание на 3 2 раза за бой. Пока 5 или более ран. Чистокровных 2. Разящих у нас 2. Драгоноид. Чешуя. Чешуя. При атаке атакованный получает уязвимость до конца хода. Пока 5 или более ран. Их 2 карты. Спыльчивый. Драгоноид. Чешуя. Выбранное существо. Получает плюс 1 к атакам до конца хода. Выбранное существо. Получает плюс 1 к атакам. Пока 5 или более ран. Драгоноид. Беспокойный. Драгоноид. Опыт в атаке. Чешуя. Получает. Может нападать атаками 2 раза за ход. Только подряд. Не закрывается после первого нападения. Пока 5 или более ран. Служитель огня. Две карты. Драгоноид. Чешуя. Излечить выбранное существо. На 2. Плюс 2 к излечению. Пока 5 или более ран. Объезженный дракон. Дракон не носит экипировку. В начале боя. Объезженный дракон. И выбранный драгонид. Становится летающим. При гибели этого драгонида. Или объезженного дракона. Другой становится не летающим. Странница. Две карты. Дракон. Чешуя. При движении. Может объявить особый удар на 1, 2, 3. Три раза за ход. Плюс 1 к передвижению. Пока 5 или более ран. Без страшного у нас 3. Драгоноид и чешуя. Вот так вот. Три у нас карты. Молниеносная. Драгоноид. Чешуя. Метание на 1, 2, 2. Дальность 3. Плюс 1 к атакам. Пока 5 или более ран. И у нас завершается колода драгонидов. Пронзающие тучи. Их 3 карты. Чешуя. Выстрел на 1. Вот так вот. Это была у нас еще одна колода. Для просмотра из набора Буря стихий. Третьего издания. Давайте посмотрим, что у нас содержится уже в другом. Вот мы вскрыли. И здесь у нас получается болото и лес. Сейчас я их разложу сразу по стихиям. И будет уже более удобно смотреть, что же за карты лежат в данном наборе. Так, лес, болото, лес, болото, лес, болото, болото, лес. Вот так вот. Начнем с леса. Что же у нас принесла колода лес? Ну что ж. Друид кронга. Страж леса. Когда карта противника объявляет атаку по вашему стражу леса, может потерять 3 дополнительные жизни. При этом этот страж леса получает 2 дополнительные жизни. Два раза за ход. Получить 3 дополнительные жизни. Нарген. Страж леса. Опыт в защите. В начале боя выбранное существо получает 6 дополнительных жизней. Герой воин. Страж леса. Когда получает дополнительные жизни, может объявлять магический удар на 2. Лес. Страж леса. Они носят экипировку плюс 2 к атакам по существам с меньшим числом текущих жизней. Вердант. Страж леса. Опыт в защите. В начале боя каждый ваш страж леса, стоящий рядом с вердантом, получает 1 дополнительную жизнь. Легконогий. Страж леса. Когда существо противника объявляет прыжок или телепортацию, выстрел по этому существу на 2-1-1. Выстрел на 1-1-2, дальность 3. Легард. Герой маг. Страж леса. Защита от дальних атак. Максимум 16 жизней. Когда сражается, может излечиться на х, или получить х дополнительных жизней, где х бросок кубика. Марголок. Две карты. Страж леса. Опыт в атаке. Опыт в защите. Когда получает дополнительные жизни, может открыться. Один раз за ход. Ринки. Две карты. Страж леса. В начале хода противника выбранное существо надувается. Получает 4 дополнительные жизни. При этом в конце вашего хода оно теряет все дополнительные жизни. Излечить выбранное существо на 1-2-2. Ветвь ясеня. Ветвь ясеня. Страж леса. Когда нападает выстрелом, если рядом с аларом стоит ваш страж леса, игнорирует особенности атакованного. Морини. Две карты. Ранить выбранное существо на 2, при этом другое существо, стоящее рядом с ним, получает 2 дополнительные жизни. Страж леса. Две карты. Серый клинок. Страж леса. Направлен удары и плюс к 1-1 атакам, пока имеет дополнительные жизни. Две карты. Богл. У нас 3 карты. Страж леса. Когда получает дополнительные жизни, может объявить выстрел на 1, получить 1 дополнительную жизнь. Шиа. Три карты. Страж леса. Опыт защиты, схрон, может выступать защитником любому стражу леса, даже если не стоит рядом с ним и нападающим существом. Может выступать защитником любое число раз за ход, не закрываясь. Вот так вот. Гвардия Таликса. Три карты. И у нас заканчивается лесная колода. Страж леса могут двигаться по диагонали. Вот так вот. Это был у нас обзор лесной колоды. Убираем в сторону. Теперь приступаем к колоде болот. Погнали. Унгарский допыт. Археолит. Метание на 1, дальность 3, при этом атакованный получает отравление на 1. При гибели существа противника отравления метание на 2, 3, 3. Пасту Археоля. Археолит. Щит Археоля 2. При атаке атакованное существо и каждое стоящее рядом с ним существо противника получает раны от отравления. Кимулис. Кимулис. Археолит. Каждое существо получает плюс 2 к отравлению, пока стоит рядом с кимулисом. Опыт в защите. Старец Ихвы. Археолит. Минус 1 от метания и разрядов. Каждое ваше стоящее рядом болотное существо получает минус 1 от метания и разрядов. Заклинание порча. Дальность 3. Ранить выбранное существо на 1, 2, 2. Оно получает отравление. Агент Розана. Археолит. Выбранное существо с отравлением получает минус 1 к своим атакам метания на 1. Несущий истину. Щит Археоля 1. При гибели существа от отравления может возродить его под вашим контролем с тремя текущими жизнями и отравлением 1 раз за бой. Для каждого существа выбранное существо получает отравление 1, 2, 3. Менгир Карифура. Когда существо должно получить отравление на х, вместо этого может усилить отравление этого существа на х. Заклинание. Ядовитые испарения выбранных существ получают отравление на 1. Взор Археоля. Две карты. Щит Археоля 1. Когда существо противника получает рано от отравления, может закрыть это существо 1 раз за бой. Выбранное существо получает отравление или плюс 1 к отравлению. Две карты. Бокор или Бокор. Щит Археоля 2. В начале вашего хода стоящее рядом существо противника теряет защиту отравления и получает отравление. Перст Археоля. Две карты. Щит Археоля 1. Каждое существо на клетке позади перста Археоля получает минус 1 на дальних атак. Метание на 1-1-2. Дарвалта. Две карты. В начале боя заклинание воли Археоля. Два или менее выбранных существ теряют отравление и получают отравление на 1. Раб Клинка. При атаке атакованный получает отравление на 1. По существам с отравлением сводится к сильному атака. Их две карты. Изгоняющий Скверну. Опыт защиты 2 против существ с отравлением. Щит Археоля 2. Две карты. Унук. Две карты. При гибели существа от отравления может полностью излечиться. И получить опыт в атаке. Аярд. Три карты у нас. Безответный удар. При сильном ударе атакованный получает отравление на 2. Плюс 1 к удару. Три карты. Ока Археоля. Три карты. Заклинание. Взгляд в будущее. Ранить выбранное существо с отравлением на Х. Где Х величина его отравления. И у нас заканчивается обзор болотной карты. Унгар. Ополченец. Три карты. Плюс 1 к метанию по существу. С отравлением. Метание на 1. Это был обзор уже болотной карты. Четвертой колоды. Из набора. Буря стихи. Третьего издания. Коллекционно-карточной игры. Берсерк. У нас есть еще вот такая. И есть дополнительная. Здесь же все-таки лежат может промо-карты. Давайте откроем. Я уже вижу здесь степи. Значит здесь и горы. Степи и стихия горы. Сейчас их сразу разложу. Чтобы разбирать именно по стихиям. горы, степи, горы, степи. Начнем с гор. Степи пока мы отложим. И будем рассматривать горы. Ну что ж. Поехали. Неистовый страж. Линунг. Броня 3. Не носит экипировку. Особый удар. На 6. В первых ход противник. Атаки каждого существа сводятся. Атаки каждого существа сводятся к одному. Призывающий молнии. Линунг. При выстреле существа противника по вашей горной карте. Она может получить защиту до конца хода. Разряд 2, 3, 3. Снорхальт. Линунг. Броня 2. Опыт в атаке. Икс. Максимум 3 гиги. Число фишек ваших лингов. При ударе может объявлять разряд на 2, 3, 4. Вильтар. Медитация. Икс разрядов на 1. Накопить 2 фишки. Не может объявлять разряд в свой первый ход. Дева грозы. Медитация. Заклинание. Гремящий удар. Ранить на 4 каждую карту противника в выбранном вертикальном ряду. Разряд на 3, 4, 4. Но это. Линунг. Медитация. Разряд на 1. Разряд на Икс. Летящая за молнией. Две карты у нас. Закрыть выбранное небестелесное существо стоимостью 5 или менее. Разряд на 2. Дальность 3. При разряде может получить фишки. Норбан. Медитация. Магический удар на Икс. Максимум 5. После магического удара может объявить Икс разрядов на 1, где Икс число использованных фишек с других ваших карт. Владыка стихии. Две карты. При разряде вашего существа Владыка стихии получает плюс 1 к атакам, к удару и минус 1 от немагических атак до конца хода противника. Две карты. Шамана Ринхольма. В начале хода разряд на 1. При разряде может открыть выбранное существо, стоящее рядом с атакованным. Один раз за ход. Две карты. Сигрум. Разряд на 1. Когда получает раны, получает плюс 1 к своему следующему разряду. Их у нас две карты. Стурмир. Медитация. Опыт в атаке при ударе может потерять фишки. При этом объявить разряд на 2. Дальность 2. Накопить фишку. Две карты. Старуха Гроза. Когда карта противника объявляет магическую особенность, по вашей горной карте, эта ваша карта может получить фишку 3 раз за ход. Две карты. Афидия. При ударе выбранный ваш линк получает плюс 1 к своему следующему разряду. Их у нас три карты. Герде. Разряд на 1. Когда существо противника закрывается в ваш ход, может объявить разряд на 1 по этому существу две карты. Хольт. Броня 2. Направленный удар и плюс 1 к удару по закрытым. Плюс 1 к удару по картам, по которым объявляли магические особенности в этот ход. Их у нас три карты. И у нас окажется обзор горной колоды. Дитя в юге. Медитация. В начале вашего хода может бросить кубик. При этом, если выпало четное число, разряд на 1. Если нечетное, получает фишку. За две фишки разряд на 2. Дальность 3. Это был обзор у нас. Горной колоды. Набор буря стихий. Третьего издания. Теперь приступим мы к обзору степной колоды. Гонец Акении. Выстрел на 2 только по существам с уязвимостью. Притарианец. Опыт защиты, если все ваши существа закрыты, воздействие последний бой. Притарианец открывается один раз за ваш ход. Мастер Клинка. Особый удар на 2. При этом атакованный и мастер Клинка получает уязвимость. Заклинательница Змей. Заклинание укус змеи. Атакованное существо получает уязвимость до конца вашего хода. Строй. Броня 2. Каждое существо противника получает уязвимость, пока стоит рядом с полководцем Заранда. Это у нас полководец Заранда. Акении. Город. В начале боя 3 выбранных существа противника получают уязвимость. Дальность воздействия. Призыв к бою. Открыть выбранного Акениица. Муж Китер. 3 выстрела на 1. Дальность 3. Только по разным картам. Боевой маг Акении. Заклинание. Печать Акении. Дальность 3. Выбранное существо противника получает уязвимость до конца хода. Разряд на 2. Две карты у нас. Копейщик Акении. Строй. Опыт. Защите. Метание Копьяна 3. Дальность 2. Один раз за бой. При метании получает минус 1 к удару. Две карты. Эртания. 5 или менее. 5 или менее метаний на 0. 1. 1. Только по разным существам противника с ранами. Метание 1. 2. 2. Их у нас две карты. Син. Авангард. При перемещении может объявить особый удар, разящий копье на 1. Только по существам с уязвимостью. Две карты у нас. Прашник. Для метания. 2 метания на 0. 1. 1. Только по одной карте. Вот так вот. Две карты у нас. Воительница Акении. Метание на 2. 1. 1. При среднем или сильном метании атакованное существо получает уязвимость. Две карты. Дева битвы. Авангард. Строй не получает ран до конца вашего первого хода. Вот так вот. Страж Акении. Авангард. Опыт в атаке и плюс 1 к удару, пока в вашем отряде 3 или более Акениица. 3 карты у нас. Знаменосец. Авангард. При гибели вашего Акениица, кроме знаменосцев, может вызвать другого знаменосца. Опыт в атаке. 3 карты у нас. И у нас заканчивается обзор степной колоды. Лучница Акении. Орда. Выстрел на 1. Дальность 2. Их у нас тоже 3 карты. Это был обзор на колоду степей. И теперь мы посмотрим, что же у нас лежит в этой маленькой, где у нас есть информативная карта. Это с кристаллами. Давайте посмотрим. В предвкушении, что же здесь за карты лежат. Вот так вот. Ну что ж, давайте. 2, 3, 4, 5, 6. 6 табличек, где у нас расписаны силы ударов. Если выпадает та или не та комбинация кубиков. Их 6. Я так понимаю, для каждого игрока. Ну что ж, ваза на колода. Ну что ж, поехали. Крондок. Нейтрал. Инквизитор. Плюс 1 к разряду. По летающим воздействиям разжигания костра. Выбранная свободная клетка становится занятой до конца хода противника. Разряд на 1. Их у нас 3 карты. Оруженосец. Опыт защиты. 1 раз за ход. Может перенаправлять атаку по стоящим рядом с существом. В себя воздействия самопожертвования. Тоже 3 карты. Хронист. В начале боя может бросить кубик. Свести выбранный бросок кубика к выпавшему в начале боя значению. 3 карты тоже. Жрец. Ктулху. Защита от дальних немагических атак. Опыт защиты. Строй. Схрон. Каждое существо на клетке позади жреца ктулху получает защиту от дальних немагических атак. Их у нас тоже 3 карты. Горец. Опыт защиты. 1 раз за ход противника может перенаправлять выстрел или метание с вашего нелетающего существа. Выбранное существо противника. Воздействие. Отбить стрелу. 2 карты. Варлок. Минус 1 от дальних атак. Заклинание. Ранить на 2 каждое существо противника. Обладающая выстрелом метания или разрядом заклинания. Переместить выбранное существо на любую клетку поля боя. Их у нас 2 карты. Ренегат. Броня 2. При наборе ренегата в отряд покажите его противнику. При этом он получает дополнительно 2 серебряных кристалла. 2 карты. Вольный страж. Выстрел на 1. Дальность 3. При выстреле воздействия не залежавшие, не заживающие раны. Атакованный не может излечиться или получать дополнительные жизни до конца хода противника. 2 карты. Наемник. Опыт защиты. 2 карты. Лагоморф. При наборе лагоморфа в отряд вы получаете дополнительно 3 серебряных кристалла. Их 2 карты. Падальщик пустоши. При гибели стоящего рядом существа может объявить особый удар на 2. Их у нас 2 карты. Так. Я так понимаю, это у нас пошли уже промо-карты. Ну давайте посмотрим. Данав. Броня 2. При гибели выбранное ваше существо получает регенерацию 2. Или броню 2. Горы. Жрица буря. Разряд на 1. При разряде атакованный получает вместо гибели возвращается в колоду. Аксилия. Драгонит. Минус 2 от немагических атак. Выстрел на 1, 2, 3. Король мертвых. Тьма. При гибели другого существа, если король мертвых на вашем кладбище, возродите его на клетке этого существа. С одной текущей жизнью. Три раза заход. Удар. Степи. При гибели вашего существа получает плюс х к своему следующему удару, где х сильный. Следующему удару, где х сильный удар этого существа. Знахарь. Болото. Полностью излечить выбранное существо. При этом оно получает отравление на 2. Лес. Бокан. В начале боя выбрать существо противника. Это существо может нападать только на Бокана, пока он на поле боя. Это был обзор дополнительных карт. И это был полный, кстати, обзор на всю распаковку всего набора Буря Стихии. Вот он, этот набор, который выполнен очень красочно, замечательно. Здесь. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Ждите следующего видео распаковок как наборов, так и бустеров. Всем пока-пока.